Воняют ноги, кошмар просто. Я выкину эти носки в урну. В урну выкину. Вика! Та-дам! Ну всё, снимай видео, видео поднимай, там, ну и клади их. Я вообще-то в прямом эфире. Тебе приняло, что ли? Нет. Всё нормально у тебя? У меня-то да, у тебя-то чё? Нет, у тебя не всё нормально. Ты похож на девочку с этим фильтром. Какой ты красивый! Ты без фильтра красивый. Какая прелесть! Так, давай, заканчивай свои делишки. Вот это глаза, вот это глаза. Слушай, ну в принципе, что с фильтром, что без, практически неразличимо, потому что у тебя тоже ресницы накрашены. У меня накрашены ресницы? Да. У меня никак в жизни не накрашены были. Ни раз в жизни их не красил. Ничего, когда-нибудь я тебе их накрашу. Давай это. Иди, мойся, готовься. Как говорится, бей пизды ноги, я уже в дороге. Считаю, у меня там всё нормально. Так, привет, ребята, привет! Ой, выключай эту песню. Кто ушёл? Мы пропустили песню. Ромашёвая бухенба. Слушай, а можешь ноги убрать подальше? Не могу. Ну понятно, это очень сильно. Убери. Убери себя подальше, да, если отмекаю. Это уже как вариант, потому что задохнуться просто можно. Ну, нагулялся. Нагулялся. Но я в тех же самых кроссовках, с такими же носками, у меня нет. У меня нет никаких кроссовков. У меня нет такой проблемы, как у тебя. Да, конечно. Иди сам, мои ноги, кстати. Вот это про тебя больше актуально, чем про меня. Так, ушла, короче, новенькая девочка. Вы её в эфирах, я не знаю, ещё, наверное, не видели. Она в понедельник пришла и ушла. И ещё одна пришла тоже с ней вместе и ушла на следующий день. Так себе, короче, заходик был у нас. Пришлось их всех убрать. У меня есть некрасивая баба. Вот вопросы кастинг-менеджерам. На самом деле, кого вы приводите, ну пипец. Я бы не вдула им, короче, поэтому мы их выгнали. Так. Да, вечериночка закончилась, но ещё не все разошлись. Также к нам приехали на поляну, ну, эти самые, короче, старые участники. В лице Пингвиновой, Брянской и Сахнова. Вроде как всё, да, больше никого не было. Стареньких. Понятно. Эдуард, не в курсе. Закончилась вечеринка, мы ушли к себе. Эдик, брат, здоров, малинки подставил. Слышал, малинки подставил. Да, ребят, представляете? Без сути нечаянно сделал, хотел как лучше сделать. А, это же сегодня вышел эфир субботний, да? Где вы это всё видели. Блин, я хочу посмотреть, кстати. Я хочу посмотреть этот эфир. Это было фаталити просто. Я реально выиграла, блин, сама угадала шестерых. Реально. Благодаря своей интуиции родненькой. Оказывается, Эдуард в этот момент мне пытался подсказать. Ну, как всегда, он хотел как лучше, но чуть-чуть не получилось. Чуть-чуть спалился. Так. А, ты сейчас смотришь эфир. Блин, я хочу... А, я же хотела посмотреть этот эфир просто на своё лицо в моменте, когда мне сказали, что Эдик там смс-ки слал. Попроси, чтобы тебя скидали просто лицо и всё. Нет, я посмотрю сегодня этот эфир. У нас всё другие дела, а не эфир. Зай, ты тем не менее просто сидишь, воняешь ногами и просто сидишь. У нас другие дела, не эфир. Ну так иди помойся. Как дела у Жени с Настей? Всё хорошо, ребят. Когда мы уходили с Элки, они там целовались. Всё у них хорошо. Вечеринка прошла без происшествий. Ну, как сказать. Считается ли происшествием то, что на вечеринку приехала Брянская? Не совсем происшествие, да? Просто событие. Когда мы уходили, Влад, наш чиновник, он прям поднабрал. И что-то вот не хочет он никак идти спать. И чую, что там что-то будет. Потому что начал докапываться до всех. А особенно зуб точит на этого Диму, диджея. Как бы там у них конфликта бы не было. В Брянской на поляне ещё, да, мы только заходили в наш вип-дом, они стояли вместе с Пингвиновой возле него, общались. А Ру, как вас Грант называет главные корреспонденты? Да. Мы и есть главные корреспонденты. Он ещё нас называет иногда эти хайпажоры, хотя Грант сам из числа главных хайпажоров в проект. Кто находится на проекте? Естественно, хайпуют. Все хайпуют. Это нормально. Здесь ничего такого нет абсолютно. Отмазывайся. Ну правда же, нет же ничего такого. Да мне, если честно, пофиг. И делают то, что я хочу. Выкладывают то, что я хочу. Что мне интересно, то я и выкладываю. А кто как это называет, пошли они все в лес. Реально Брянская вернулась на Дом-2? Ну она на вечеринку приехала в честь дня рождения Лёши Безуса. Останется она здесь вместе с Сахновым, который проявился к Рите? Это ещё под вопросом. Но у вас всё может быть. Да, наверное. Ну, не знаю. Посмотрим. Да Сахнов не придёт на проект. Кто заговор собирал? Ой, да я пытался. Короче, утром пришёл ко мне Барзиков с... Господи, мне такую гадость пишут сейчас в телеге. Чего тебе пишут? Там типа Илюхе плохо он блюёт в мужском. Но там по-другому написали, жёстче. Ты не скажи, как написали. Да, я не хочу уже. Я в эфире. Короче, кто собирал? Да никто. Хотели, пытались. Ну, естественно, против меня заговора особо как такового не было. Просто пришли ко мне утром Захарович и Барзиков и пытались там поднакидать. Ну, я им ответила. И в этот момент у меня разбилось зеркало. Чего ты ответила? Идите нахуй. Я с ними нормально, аргументированно разговаривала. Объясняла свою позицию. Объясняла, кто здесь и что. Не надо мне говорить, что я ничего не отвечала. Эдик, пожалуйста. Я нормально им ответила. Поэтому заговора... Заговора-барабарабараба и не было. Так, Брянская уже участница. Да нет. Ну, хотя, блин, утром может быть всё что угодно. Но на данный момент мы такой информацией не владеем. Участница она или нет. Она просто приехала на вечеринку. Сахнову, видно, Маргу понравилась. Да, да, да. Это было заметно. Он её там приобнимал. Ну, правда, когда я её провожала в общий дом, вела подручку и предложила Сахнову это сделать, чтобы он её проводил, он почему-то как-то не сделал этого, короче. Вечеринка прошла тихо. Нет, ребят, очень громко. Громко, весело, шумно. Вообще классная вечеринка. Я давно хотела оторваться. Правда, я думала, что сегодня я буду прям, короче, уйду в умат. Но как-то вот держусь нормально. Ну, чуть выпившая, но в целом understand, что происходит. Так, да-да, вот он так подсказывал, прям незаметно. Ну, да, на камерах сидел возле Безуса, который всё пропалил. Вообще ни разу незаметно. А тут с Абхазии, смотрю на вас, не забывайте. А, ну, мы помним тебя, конечно, Маратик, естественно. Каких скандалов ждать в эфирах после вечеринки? Вот на данный момент, в принципе, скандалов не было. Всё как-то на лайте, по кайфу. Но там что-то исполняет Влад Дубровский, никак не угомонится. Он точит зуб на Диму Диджея. Чем у них там это всё закончится, не знаю. Мы ушли оттуда, поэтому не в курсе. Белая алкота. Блин, мы, вообще у нас был план с Полиной и Яной Аскерко напиться в хлам, короче. Но у нас не получилось. Ну как, вернее, у меня не сильно получилось. Полина тоже в адеквате ушла пораньше. Янка ушла тоже пораньше спать, но выпила хорошо. А вот, вот, а вот белая, да, она, в принципе, не договаривалась с нами насчёт этого. Но поднакидалась нормально. Так. Я пришёл смотреть, пока реклама зашёл. Давай-давай. Не знаешь, когда Маргова уже отстанет от Барзикова. Ну, когда найдёт себе мужика и будет увлечена своим мужчиной. Пока ей, как бы, особо делать нечего. Брянска с Артёмом уже зажимается. Ой-ой-ой, серьёзно. Что ещё остается? Да, чиновник по морде хочет опять. А самое интересное, что он нам за барной стойкой втирал то, что... Это он Гранту, короче, ему морду начистил тогда. Мы с него поугарали. Я говорю, слышь, Влад, что ты чешешь? Я видела, всё прекрасно там. Ты вообще ни разу ему, говорю, в морду не дал, раз уж на то пошло. Короче, пытался ещё чуть-чуть приврать. Не, он нормальный мужик. Просто вот пить ему, я так поняла, вообще нельзя. Главные корреспонденты проекта. Да, это мы. Как Крис и Ваня. Всё хорошо, ребят. Ну, не Гранту уж говорить. Согласна. Это я что, настолько запаздываю с ответами? Я же об этом говорила ещё, когда это было. Давно. Ну, на свидание уже съездили? Нет, у нас ещё не было свидание. Мы поедем в понедельник. Потому что в заведении, куда мы поедем, было всё занято. Только в понедельник, свободное место. Надеюсь, Маргой найдёт кого-то и отвалит от Барзикова. Ну, вот, в принципе, Сахнов, Даня. Я ей очень прям рекомендовала, потому что он реально нормальный парень. Даже Белая там тоже прям распиналась насчёт него. Ну, чё-то как-то не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Это было бы очень интересно. Сторис Белая с Ильёй. В моём канале, в телеге, там вы увидите, ох, жаришку Белая с Ильёй как раз-таки. Так, мне надо телефонный зарядок поставить. Иначе он сейчас вырубится, и это будет мне вообще не по нраву. И фильтр надо поменять, и у меня не такие губы. О, что это за 25-й кадр был ужасный такой? Ой, ну, получше вроде. Так, что я пропустила? Какие ответы на какие вопросы? Да-да. Влад, нет, иди домой. Я почему-то не удивлён. Я так и знал, что это вон идёт. Что ты придёшь. Только не падай, пожалуйста. А чё, у меня куда-то улетела, да, хуйня? Какая хуйня? Да, трубочка. Ты её оставил на барной стойке? А где? Ну, она там лежала. Покажи мне, пожалуйста. Как я тебе покажу? Я сахнул же её, я право не могу. Нет, Эдик, можно, чтобы Вика мне показала? Да, по-братски. Ну, ты предлагаешь мне туда пойти? Да. Обратно? Да. Шо ты чиновничий своей бабки расчехлил? Вик, дай нам трубу. В смысле? Ладно. За 150 рублей я схожу. 150 рублей, знаете, в наше время это огромные деньги. Отказываться не надо. Ужасно зачем? Так. Здесь, знаете, кроме этого, здесь вообще нет дебила. Я тебе сказал, что там курица, где-то салим, я проявился. Ой, боже, Влад, ты ещё и за мной идёшь, какой ужас. Он врезался, подожди, это отдельный. Я тормозул чисто потому, что ты тормозул. Ну, естественно, подержи телефон, пожалуйста. Нет, не. Телефон, да? Кого? Лучше нет. Ну, ребят, да всё нормально. Ну, что, начинали? Телефон убираю, сказали. Из-за тебя, алкаша. Короче, ребят, сказали убрать телефон, поэтому я не смогу вести прямой эфир. Я буду с этим пьяным человеком дальше без эфира. Заходите в мой канал, там всё очень-очень интересно. Все вопросы можете тоже там задавать. Пока у меня задание X, найти этому человеку его вещь. Возможно, позже зайду. Господи. Субтитры сделал DimaTorzok